Так, с false room разобрались. Optional, да. Собственно, тип довольно интересный. Он чем-то напоминает Boolean, потому что у него есть два только значения. Значения у него два. Это sum и nano. Что это значит? Сейчас. Я что-то сильно отлиснул. Вот, у него есть значение. Два значения. Sum и nano. Так вот. Когда вы... Особенность в том, что каждый тип, который у вас есть в приложении, а именно там int, double, float, Boolean, он может быть optional. Что это значит? Это значит, что это переменная. Или имеет значение типом Boolean, если это optional Boo. Или вообще не имеет никакого значения. вообще не имеет никакого значения, обозначается отдельным ключевым словом nil. То есть, если переменная у вас значением nil, значит, в ней ничего нет. Вот, просто ничего. Пустота. Понятно? Она не относится никакому типу. Это просто пустота. Так вот. Тип optional позволяет нам понять, эта переменная пустая или же в ней есть значение определенного типа. То есть, у нас таким образом может быть optional int, говорящий нам о том, что в этой переменной может быть или int-овское значение, или ничего. Optional double, который говорит, что переменная может быть или значение типом double, или ничего. То есть, в данном случае в переменной double всегда должно быть какое-то значение. или нулевое, или ноль-ноль, или там что-то должно быть лежать. Но есть вариант, когда может ничего вообще в принципе не лежать. Этот вариант называется, когда в нем лежит значение nil, и это может быть только при условии, что это переменная не просто double, а optional double. Ну, надеюсь, это стало немножко понятно. То есть, тут эффект типа кота Шрёдингера. У вас есть тип optional double, и пока вы не заглянете в эту переменную, вы не узнаете, есть ли не значение или нет не значения. То есть, или сам что-то есть, или нам ничего нет. Сейчас мы посмотрим, как это работает на очень ярком примере. Итак, помните, я вам говорил, что у нас есть возможность давайте var сделаем, var number, var number. Отлично. И у нас есть возможность из типа с помощью скобочки и указания чего-то внутри, например, 4.0, получить другой тип, который нас интересует. Так вот, в int сюда можно не только double передать, но и строку. Предположим, мы передали строку 4. то есть, посмотрите, инициализатор, то есть, мы пытаемся создать int на основе строки 4. Как вы думаете, какой должен быть результат? Да. Number 4. Да, результат будет, ну, по идее, number 4. Мы можем строку 4 пивилизовать в число. Это даже можно сделать спокойно. Но, дело в том, что со стороны программирования мы как подходим к ситуации? Что мы преобразуем? Мы преобразуем строку. Строка какая может быть? Она может быть не только 4, и 123, и 5, и 5000. Строка еще может быть ASDF, например. И получается, что программисты написали такую штуку, которая конвертирует строку в число. Но что, если им приходит вот такое значение? Мы не можем из этого извлечь число никакого. Даже если это будет вот так вот, мы все равно не можем издать число, потому что еще есть какие-то данные спереди. И что получается? Получается, если мы заглянем на тип вот этого number, мы увидим не просто int, обратите внимание, а int с вопросительным знаком. Здесь int, тип, а здесь мы видели без вопросительного знака, здесь optional int. То есть везде, где вы видите тип, в котором в конце написан вопросительный знак, это называется optional tip. Что это значит? Это значит, что в нем может быть или какое-то значение этого типа, или вообще никакого, в принципе. То есть смотрите, мы не смогли переконвертировать эту строку в число и в итоге у нас переменная print number. Ну нам уже подсказывают как бы справа вот xcode, что она nil равна. Вот nil. Видите, вывела на экран. Это значит, что в переменной нет ничего вообще. Это nil. Простите, это nil. Это nil. Ниловская переменная, она не имеет никакого значения. Собственно, это ключевое отличие optional. Что optional это такая получается обверточка для каждого из типов, которые вы только найдете в своей программе. Но как только вы объявили, что переменная равна 50, вы говорите, что эта переменная на протяжении всей работы программы будет иметь значение. Всегда. Когда вы к ней не обратились. Но как только вы объявляете вариант int optional, то таким образом вы говорите, что эта переменная не всегда в ходе работы программы будет иметь значение. Иногда она будет nil. Пустырь. Понятно? То есть таким образом вот этот дополнительный тип, он как бы не отдельный тип. Короче, его презентуют как отдельный тип, но по факту он получается оберточка для каждого из типов, который вы только встретите у себя в приложении. Который позволяет вам определить, есть у вас значение или нет значения. И соответственно с этим типом мы работаем немножко по-другому. Как видите, ошибок выдала. довольно много. То есть, когда вы объявляете переменную без вопросительного знака, пусть это будет double, или это пусть будет int, или пусть это будет bool, то есть все что угодно. Вы всегда утверждаете, что в любой момент работы программы обращаясь к этой переменной вы получите какое-то значение. Не важно какое, но вы его получите. Если вы используете optional, то есть вероятность, что вы получите ничего, то есть не получите. Понятно? Итак, вот у нас есть optional int. Чтобы было более явно, я вот напишу вопросительным знакам. Это optional int. И вот эта так сказать конструкция, она возвращает нам не четкое значение, что мы получим число, а именно возвращает optional, потому что не всегда мы можем строку преобразовать в число. Соответственно, мы получаем результат optional, что иногда может быть значение, иногда нет. То есть если мы возьмем 5, например, точка 0, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Оно не смогло преобразовать это в int, но оно сможет преобразовать 5 в int. И обратите внимание, как оно печатает. optional 5. Видите? Итак, работа данной темы уже полностью касается вот этого пункта свифта, о том, что он безопасный. Или безопасность свифта. То есть, когда вы объявляете переменную не optional, вот такую, она не optional, или вот такую, не важно, все перемены, что мы объявляли до этого, вы четко говорите, 100% будет значение, как ни крути. И x-код будет следить за вами строго, и как только вы что-то сделаете не так, он вас будет бить по рукам и не соберет вам проект и не сможете работать дальше. Поэтому есть другой вариант, где значение вообще может не быть. И соответственно, чтобы нам работать с этим типом, нам нужно сначала, чтобы получить значение, вот, оно нам выдало пятерку здесь. И мы примерно понимаем, что это пятерка. Что здесь является, что здесь лежит значение int, в 5. Но так как тип optional, нам нужно развернуть это и узнать, действительно ли там 5 или нет. И операция, которую мы сейчас посмотрим, называется операция развертывания, или на английском unwrapping. Типа unwrap, развернуть, все то же самое. Операция развертывания. которая нам позволит узнать, есть ли что-то внутри или нет что-то внутри. Итак, это мы разобрались, как optional, как работает с optional, что это такое примерно. Но смотрите, одна особенная. Мы можем объявить переменную типом string optional и сразу задать ей пустое значение. То есть, в ней ничего не лежит. Мы сразу это говорим и все. Также у нас есть второй вариант записи, который делает все то же самое, но немножко в другом виде. Мы пишем optional, так как это тип optional. Указываем тип, который у нас будет в случае, если значение появится. И указываем значение нам. Или же есть второй вариант, когда мы сразу объявляем какое-то значение в optional. Загоняем слово hello и второй вариант записи это optional. Вот такие стрелочки и значение сам. Обратите внимание на нам сам. И чтобы вы понимали, значение всего есть два в optional. Это нам и сам. Все, больше ничего нет. Мы здесь на что указываем, это какого типа будет это значение, если оно будет. Вот и все. Мы всегда пользуемся вот такой записью и вот такой записью. Записью вот такой никто не пользуется. просто она здесь для более визуального представления, что вот он тип. Вот у него два значения сам и на. И вместо t вы можете подставить любой тип в приложении. Это int, double, float, bool, все что угодно. Соответственно, значение сам будет этот тип и когда вы развернете значение, вы получите именно этот тип. Итак, как же это все развертывать и получать значение оттуда? Итак, у нас есть какое-то optional значение. у нас есть конструкция if let, которая нам помогает развернуть это значение. Как это выглядит? У нас есть optional number, как мы поняли, он у нас пока мы понимаем, что в нем есть пятерка только за счет того, что вот здесь вот написано так. И мы работаем в плагерам, и мы это знаем, что он смог преобразовать. Вот. Вот такое число смог ли он преобразовать или не смог. а представьте, что вы сделали это где-то далеко и вы не знаете, есть ли там значение или нет. И вам нужно его развернуть и понять, есть ли там что-то или нет. Для этого все тоже if, пишем let и указываем переменную, которую мы хотим развернуть. Number. Вот. И как происходит развертывание? Вы результат развертывания должны куда-то присвоить, чтобы с этим работать. то есть вы должны уже работать не с optional типом, а с типом, с которым вы уверены, что есть значение. Для этого, как обычно делают, мы пишем iflat, пишем on, ну, любое слово, которое вас интересует, вообще не важно, какое тут будет слово, я просто какое-нибудь значимое напишу. Что получается? У нас есть конструкция, вот такая. print, и давайте напишем правильный, правильный, правильный. У нас есть control, и flat. Дальше мы объявляем переменную, которую мы сохраним значение, если оно присутствует в данной перемене, в optional перемене. Если там есть значение, то мы его возьмем, вытянем и присвоим вот к текущей перемене. Вот как читается эта конструкция. И работает она как обычный if. Если значение все-таки там есть, то мы выполняем блок, который вот этот. Если значения нет, то мы выполняем блок вот этот, который можно указывать, можно не указывать. Главное различие, на которое я хочу акцентировать ваше внимание. Когда мы печатали number как optional, смотрите, что в консоли у нас пишет optional и указывает, что в нем присутствует значение. То есть print довольно умная штука и она понимает, что есть значение и показывает нам, что оно есть. Но здесь уже optional не пишется во втором варианте, вот в этом принте, после развертывания optional уже не пишется. То есть в данном случае вот эта переменная, смотрите, я сейчас нажму, она имеет тип int. То есть если мы смогли развернуть number, получить с него значение, то оно будет здесь, это значение, и это 100% значение уже существует. То есть как все те же переменные, которые мы создавали до этого. при этом число number как было optional, так и осталось. То есть мы напишем еще раз number, оно как было optional, так и осталось. Видите, здесь идет попытка его развертывания, значение, если мы удачно развернули, мы записываем в переменную. И давайте сразу плохой пример сделаем, чтобы когда мы не смогли преобразовать, например, это какие-то буквы непонятные, которые мы не можем преобразовать. Но обратите внимание, что произошло. Number стал ниван. Дальше, так как значения нет, конструкция if let нам не смогла получить это значение, не смогла его развернуть. И мы перешли в выполнение else. Мы не смогли развернуть, мы выполняем тот вариант, который на случай, если мы провалились. и мы написали вывели на экран консоль сообщение can number и дальше нет. Значение нет у нас пустое, значение number у нас пустое, то есть нет. Это вот такой хитрый тип, он нам нужен для того, чтобы понимать, будет ли у нас значение здесь или не будет значение здесь. Так, это все мы рассматривали. Да, смотрите, еще как интересно, если у вас несколько, если у вас несколько переменных, которых нужно развернуть, вы можете их перечислить через запятую в одном if let, то есть вы указываете if, дальше пишите let число и развертывание, дальше через запятую опять let новое значение и второе развертывание, и даже дальше в if вы сможете через запятую работать уже с развернутыми значениями, то есть if работает по порядку, он сначала развернет вот здесь, если он не сможет развернуть, он сразу перейдет в else, если сможет развернуть, он попробует развернуть следующее, если он не смог развернуть, он опять пойдет в else, если он смог развернуть, то он пойдет дальше проверить, и дальше он начнет проверять уже с вот обратите внимание, с вот этими значениями, которые были развернуты, мы развернули first number из вот такой конструкции, мы развернули second number из такой конструкции, Теперь эти типы имеют значение int, не optional, int, а int. И мы можем дальше в if использовать их несравнение, если нам необходимо. Если первое число меньше второго, и второе число меньше сотни, тогда мы печатаем вот это. Соответственно, если хоть одно из этих условий, которые через запятую указаны, не выполняется, мы проваливаемся в else. Вот эта запись один в один, такая же запись, как и здесь, обратите внимание. У нас здесь разбито по каскаду получается. If let, first number, то есть мы пробуем развернуть первое число. Предположим, оно удачно разбито. Тогда мы переходим к следующему if. Опять пробуем развернуть, предположим, это удачно. И после того, как у нас уже есть два удачных развернутых значения, мы начинаем их сверять. Как они меньше друг друга, больше друг друга, ну, обычное сравнение. И выводим на экран уже информацию, которая нам необходима. Второе более читабельно. Второе более читабельно, невозможно, но, не знаю, и первый тоже нормально читается. То есть просто порядок через запятую сделаем. Это писать дольше. Я же говорил, что программистами движет лень, поэтому это писать дольше. Поэтому сделали вот такое. Если оно немного не развернуется, то сразу else. Только смотрите, какая разница. Если вот этот if хоть одно из значений не true, тогда оно, ну, здесь вот пишем один else, пишем один else и в нем описываем, что мы там хотим сделать. И хоть одно, если не совпало, тогда оно упадет в else. То в данном случае, если вам нужно else указать для каждого случая. То есть здесь else, здесь else и здесь else. И это должен быть одинаковый else, если вы хотите одно и то же поведение. То есть смотрите, что получается. Если мы пробуем развернуть первое число, и у нас не вышло, мы хотим напечатать ошибку. Так как этот if, он вынесен отдельно, нам нужно else для него отдельно. Поэтому, когда мы успешно развернули, идем в следующий. Опять, если мы хотим напечатать ошибку, если что-то пошло не так, то нам нужно и для этого if здесь else указать. И у вас получится некоторый минус небольшой в том, что у вас будет дублирование одного и того же кода. Если вы печатаете одну и ту же ошибку, там error, просто error, print error, то получится, что здесь вы указали один раз, и оно распечатает ее. И в любом, если что-то зафейлится, оно в else перейдет. В данном случае вам нужно указать 3 else и указать вот эти все. Это получается нехорошо за счет того, что дублирование кода происходит. Но выполняется успешный код только при всех условиях true. Когда все три этапа пройдены, три этапа true, тогда выполнится успешный код. В двух этих примерах. Вот, это что касается развертывания. Смотрите, у нас еще есть такой интересный вариант, как развертывание каскадное. Смотрите, какая особенность. У вас может быть так, что один тип optional. Он может внутри себя содержать другой тип, который может тоже являться optional. И вот второй тип, который вложенный, он еще может содержать обычное число не optional. И вам нужно до него достучаться. То есть, что получается? Вам нужно развернуть один тип, потом получить доступ к значениям, которые он содержит. Получить опять optional, который он содержит. Опять его развернуть. И затем уже, если все прошло успешно, взять значение из вот этой матрешки получается. То есть, когда у вас есть optional, внутри него еще есть optional тип. И внутри уже тип, который вас интересует. То вы можете через вот точку и дальнейшее написание указывать и искать то, что вам нужно. Например, у вас есть дисплей, то есть экран. На нем отображается текст. И у этого текста есть хешвейл. Вот как данный пример. Дисплей optional. То есть, его может не быть сейчас на экране этого дисплея. Там может быть какой-то другой дисплей отображается. Поэтому new. Затем текст на нем. Тоже может не быть данное для текста отображения. Поэтому они тоже могут быть new. И, соответственно, чтобы это все вместе развернуть по очереди, можно использовать каскадное развертывание, которое выглядит и flat, и вы дальше в переменную x записываете, что вас интересует. Через вот эти пачки optional. Если хоть один из них, в одном из них нет значения, то все выражение становится сразу неверным. Понятно? Мы еще вернемся к этому. То есть, видите, этот слайд даже не выделен вопросительным знаком. Мы еще вернемся к этому. Когда будем другие темы изучать 100%. Просто хочу, чтобы вы знали, что есть возможность вот так вот развертывать их пачками, если есть вложенность какая-то. Если один optional, то третий, четвертый. Итак. Кроме такого вот развертывания безопасного, которое мы только что рассмотрели с помощью e-flat, есть небезопасное развертывание. И есть два варианта этого небезопасного развертывания. Оно называется небезопасное не просто так. Оно небезопасное, потому что если вы развернете значение, и там ничего не будет, вы получите крэш в вашей программе. И пользователю это не понравится. Он будет писать в поддержку, говорит, что это у вас отстой, только когда не приложение. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратным. Есть два варианта небезопасного развертывания. Это когда вы указываете вопросительный знак для optional значения там, где вы его используете, или же используете вопросительный знак в объявлении типа. То есть в любом случае вопросительный знак означает только одно, что этот тип развернут, и развернут он небезопасно. Это может говорить о том, что если там nil хоть где-то попался, что нету значения, все приложение упадет крэшнется сразу же, моментально. Так делает. Да, использует. Это очень печально. Это используется, это даже в некоторых местах это необходимо сделать. И мы тоже увидим, в каких местах это делается необходимо. Без этого нельзя никак. Но. То есть, смотрите, разница в чем. Видите, то что сейчас, 1, 2, 3, давайте напишем, чтобы оно показало optional и значение. Видите, optional и значение. Если я сделаю вот так, небезопасное развертывание, я добавил просто в образительный знак. Обратите, optional ушел, это уже не optional тип. Оно уже взяло и развернуло его, как будто это вот это. Да, как будто это вот это вот значение. Как будто. Понятно? Но. Это, наверное, во время, когда лень. Ну, это во время, когда не успеваешь писать, да, код. Но потом это все равно все переписывается, потому что тестировщики говорят, вы не программисты, а рука, как бы так покорять не сказать, это именно мне. Спасибо, потому что я не могу это сказать, ты можешь. Вот. И поэтому такое лучше не использовать. Если у вас есть хоть одна малейшая возможность обойти небезопасное развертывание, обходите. Так делать нельзя, но видите, что возможность такая есть, если это необходимо. Опять же, есть, когда, смотрите, у приложения есть два мода у проекта, который вы разрабатываете. Дебаг мод и релиз мод. Что это значит? Что в дебаг моде работает больше фишек, которые нужны программистам. Например, логирование данных каких-нибудь. Какие-нибудь еще дополнительные штуки, которые позволяют работать там с брекпоинтами и со всеми остальными штуками. А то в релиз версии у вас приложения уже нету ни логов никаких, ничего нет. Все максимально оптимизировано, все быстро работает и даже немножко по-другому собирается проект, чтобы он работал быстрее. И вот в дебаг модах иногда популярным является, если вы, как бы это сказать, если выполнилось какое-то условие, которое вы хотели там отследить еще там со времен создания проекта, то вы в это условие ставите вот такое развертывание нила, чтобы там упало на этом месте, тогда вы можете проанализировать ситуацию. Ага, все-таки этот кейс есть. Понятно, что он не будет в релиз версии, но в дебаг версии он выяснился. Значит, у нас могут быть какие-то неправильные поведения. То есть, вы можете использовать вот это развертывание для того, чтобы специально крешнуть ваше приложение, чтобы понять, что какие-то данные были некорректны. Возможно, сервер сломался и прислал вам не ту строку, и вы сразу это отловили и пошли бить лицо тем, кто пишет сервер. Вот, и писали дневные письма. То есть, это можно использовать для вот как раз отладки приложения. Понятно, такие штуки. Но в повседневном коде такое лучше не использовать. Все-таки как-то стараться это обходить. Если у вас есть возможность использовать конструкцию E-flat и развернуть это значение, тогда развертывайте. Да, ну, собственно, есть явное развертывание и неявное через вот такую штуку. Если сюда присвоить нил и обратиться потом к этой переменной, вы получите crash. То есть, любое обращение к нил, которое стоит с восклицательным знаком, crash-нет вам приложение. Ну, тут текст написан какой-то. почитайте на свободное время. Вот. Но у нас есть такой более хитрый ход, как это можно тоже красиво записать, если вам это прям срочно необходимо. Это значение по умолчанию. Это два вопросительных знака. Что происходит? Если вам нужно получить значение, но вы пытаетесь развернуть его, да, но в случае, если это будет неудачно, вы хотите взять какое-то значение по умолчанию. То есть, например, если вы хотите вывести строку на экран с возрастом человека, именно строку, то есть age, двоеточие и символы с годами, то и вы не знаете, пользователь вел это или нет, то есть это у вас как бы optional, потому что вы не знаете, пользователь вел это до этого или не вел информацию, вы хотите вывести ее на экран, то вы можете использовать значение по умолчанию. Например, пожалуйста, введите, если вы не сумели получить титаны, можете сказать, пожалуйста, введите возраст. Например. И это очень удобно, когда вы пытаетесь развернуть, например, число и вы пишете вот так и например, там 5. Что это означает? что оно в данной записи попробует развернуть number, если ему получится его развернуть, оно распечатает, ну, оно развернет его и будет использовать значение развернуто. Но если не получилось развернуть, оно возьмет значение по умолчанию. Понятно? Таким образом, вы 100% гарантируете, что значение будет всегда. или же значение которое в переменной или значение ваше по умолчанию. Уловили суть? Наверное неправильное. Значение по умолчанию. Значение неправильное. По умолчанию в данном случае 5. То есть если мы заменим, вот смотрите, давайте, вот видите, 1 квадри было выведено. А сейчас появилось 5. Вот эта конструкция позволяет понять, развернуть значение и понять, есть ли оно или нет. Если его нет, оно возьмет значение по умолчанию. То есть в данном случае эти два посильных знака запросили развертывание, получили нил и решили передать 5. Это так. Оно 100% работает, потому что вы 100% гарантируете, что там будет значение. Оно будет или же дефолтное, или же переменное. То есть 100% вы это гарантируете. Поэтому можно еще вот так делать, если есть и в этом необходимость. Это что касается значения по умолчанию. Теперь поговорим о домашних заданиях и возможно вопросах, которые у вас возникнут. Понятное дело, что вам нужно это все закрепить. Как я сказал, по умолчанию сразу же домашнее задание это повторить все, что мы выучили. и если возникнут вопросы, писать мне или в чат групповой, или же мне в личку, как хотите. Конечно, лучше в групповой чат писать, потому что чтобы все видели вопрос, чтобы все видели ответ. Потому что были такие случаи, когда я просто беру это, копирую ответ и вставляю в групповой чат. То есть человек в личку написал, но я отвечаю в групповой чат. чтобы я не морочился за этим делом, сразу пишите такие вопросы общие или по лекции сразу пишите в чат, я уже буду отвечать, чтобы все видели. Итак, задание довольно простое. Вам нужно указать популяцию города. Смотрите, как это должно работать. У вас есть переменная с каким-то значением. Я могу к каждому из вас подойти в вашем домашнем задании и изменить это значение. И хочу, чтобы этот код отработал правильно. Вот как-то так. Понятно? То есть не думайте, что это будет константное какое-то значение. То есть я могу задать любое значение и хочу увидеть корректный результат. Это переменная, которая хранит информацию о популяции города. У нас есть четыре типа. Это хутор, село, ПГТ и гора, соответственно. Вам нужно использовать if, else, и свечи, чтобы понять, что это за город и вывести это все на окно. То есть вам нужно три разных типа использовать конструкцию, конструкцию if, конструкцию else, и конструкцию свеч. Использовать, чтобы разобраться, что это за город. То есть чтобы точно научились работать со всеми конструкциями. Все они пригодятся 100%. Это первое задание. Если есть вопросы какие-то, то конечно же задавайте. Вот. Затем используя тернарный оператор вывести на экран ребенок вы или нет. Ну, критерии ребенка вы сами установите, пожалуйста. Сколько лет. У вас должны быть переменные вашего возраста, которые вы задаете, и сверяйте с каким-то вашим критерием, который вы захотите. Для кого-то ребенок это 16 лет, для кого-то ребенок это 17, для кого-то для моей мамы ребенок вообще это я всегда буду ребенок, вы тоже смотрите сами, что вам больше нравится. Но сделать это с помощью просто тернарного оператора, чтобы запомнили и поняли, как он работает. Тут это как раз тернарный оператор это вопросительный знак и двое точие. Помните условия и вот это называется тернарный оператор. это уже в письменном виде. Я эту всю лекцию сейчас скину в слэк, полностью всю лекцию. И весь мой плейграунд, который мы с вами написали только что, то я его сейчас архивирую и скину вам тоже в слэк. Вот, да, интересный тоже вариант. Ну, насчет пяти типов кортежей и с тремя примерами. Что имеется подвиду пять типов кортежей? То есть тип может быть человек, тип может быть питомец, как я привел пример, тип может быть солнечная система, где там в кортеже может находиться количество, номер количества планет, там главная звезда, ну, всякие дополнительные информации ширина этой вселенной. как хотите. Какие кортежи только придумайте, составляйте это вам как художнику, на художество, чтобы вы подумали. Вот, и затем требуется это все вывести на экран и, возможно, погонять по свечам и форме и форме илсом, чтобы хотя бы заданий здесь нет погонять по свечам, но это для себя. Просто советую попытаться эти кортежи использовать в свечах, чтобы хотя бы запомнили, как это работает в свечах. Вот аналогические операторы. Итак, составить условия для ситуации выйти из дома. То есть, смотрите, что такое ситуация выйти из дома? Я ее описал ниже. У меня есть переменные. Эти переменные булевого типа. No rain, no snow. Соответственно, это может быть значение или false, или true. Если no snow true, это значит снега нет. Если no snow false, значит снег есть. И someone is waiting for me. То есть, кто-то меня ждет. То есть, это какие-то мои условия, которые я сам придумал. Вам не обязательно брать такие же. Вам нужно придумать для себя по какой причине вообще вы уходите из дома. И писать это булевскими переменными. Вспомнили, используя операторы нет. используя операторы или используя оператор и. Понятно? Чтобы можно было подойти к вам эти перемены, которые описаны выше. Изменить их там true на false, false на true и посмотреть, выйдете ли вы из дома или нет при таких обстоятельствах. Ну и то же самое встать с кровати и пойти в магазин. То есть, это все у вас должны быть три конструкции разные. количество вот таких условий, которые вы добавляете. Чем больше, тем лучше. Больше пяти наверное нет смысла, но смотрите сами. Чем больше вот это условие по тому, готовы ли вы выйти сегодня из дома или нет, тем лучше вы разберетесь с тем, как работают эти операторы. как работает оператор или как работает оператор и. Еще один интересное задание. Все знают, что такое факториал? Не, факториал это если у вас нужно посчитать факториал от 5и, то вам нужно умножить все предыдущие значения до нуля, до единицы то есть факториал трех будет шесть, 3 умножаем на 2, умножаем на 1. Если нам нужен факториал четырех, это 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Факториал 5 это 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Это называется факториал математикой. Вам нужно его посчитать, попробовать с помощью циклов for in, while, repeat file. Это реально сделать, это несложное задание должно быть. понятно, что мне понравилась прошлая группа, когда начала гуглить, как считать факториал, начала мне задавать вопросы, мы же еще функции не изучали, потому что они на гуглите варианты только с функцией. Вот, поэтому попробуйте сами когда подумать, как это посчитать с помощью именно с помощью циклов попробуйте придумать как это считать особо не гуглить, а именно додуматься на это. Это несложно, поверьте. Потом, вывести на экран все высокосные года. С этой даты по эту дату. Хочу обратить ваше внимание, что высокосный год не только зависит от того, делится на 4 или нет. У него есть еще два дополнительных условия. Как он делится на сотни, и как он делится на 400. почитайте Википедии определение высокосного года. Это вам будет тоже в личностное развитие, если кто не знал, как это считается. Но тоже нужно будет это вычислить с помощью цикла. Создание со звездочкой. Все как по классике, так сказать. Понятное дело, если вы их выполните, это очень круто. Это классно, это значит, что вы много подавите времени, это очень хорошо. Задание простое, поменять значение тех двух переменах местами, не используя третью перемену. То есть, как-то придумать это поменять, с помощью каких-то операций. Поверьте, эти операции никак не зависят от языка. Никак. Эти операции зависят только от логического мышления, от того, насколько хорошо вы можете выстраивать логические цепочки, знаете физику, математику, историю, географию и все остальное. Ну, все, да, в принципе, все на этом. Вы не думайте, что это задание прям так на четыре слага. Это все, что касается того, что мы сегодня изучили. Самое главное, вы должны разобраться с ифами, свечами и форами, как это работает и с optional типом. То есть, это четыре ключевые темы, которые вы должны усвоить, понять, как это работает. Мы optional тип. Смотрите, в домашнем задании работы с optional типом нет никакого, потому что вы должны его просто запомнить, как он работает. То есть, повторить дома и запомнить. Все, этого будет достаточно. Работать с ним мы будем на других лекциях и вы уже к этому моменту должны уже знать, как он работает, чтобы не тратить время на это, потому что все лекции довольно четко расписаны по времени у меня. Но если мы будем тратить время на повторение именно optional, непредвиденное повторение, я так сформулирую, то получится, что придется бежать в других направлениях. Поэтому старайтесь как-то все повторять, изучать и смотреть. Если есть вопросы, задавайте их, пожелания какие-то есть, тоже задавайте. Насчет перерыва 30-минутного вас как устраивает? Так, два перерыва? Или все-таки час один перерыв? Или по 15 минут? По 30 нормально, да? Все, замечательно. Тогда мы так и оставляем перерывы по 30 минут, я просто по времени более недавно разобью. на равные отрезки времени. Там уже можно и так сделать. Ну, что-то пообедать, пообедать, сходить там на ответ. 15 минут, как у нас только что было, на время это стало. Ну, в принципе, нормально. Что-то вы так понимаете. Если вы идете пообедать, то, то, что, это, что, офиски, или... У нас в стране демократия, в общем, я вам так скажу. Поэтому мы сейчас голосовочку создадим. Проголосуйте за 45-15, за 30-30. Понятное дело, кто победит. Только давайте, чёрт без вот этого, что давайте, я сейчас, один, чтобы 3 на 4 было. Не надо мне вот это, что это... Хорошо? Давайте, а то я видел эти голосования, когда заходит человек, смотрит 4 за это, 3 за это. О, проголосуйте, чтобы ровно было. Не, не надо так. Голосуйте, как вы думаете, а не, чтобы ровно было. Всё, хорошо, с этим разобрались. Я тут ещё, будут 10-15 минут, есть вопросы, задавайте, конечно же. Лекции, и материалы я сейчас скину вам, видео залью попозже, и скину вам тоже ссылки. Всё будет в слайке. Я буду общаться с вами через слайк, всё будет в канале слайки. Субтитры сделал DimaTorzok